Добрый вечер! С 1 декабря, да и дальше. Для вас великолепная праздничная программа. Наш сюрприз это финальный в этом году выпуск Страны Легенд. Уже известны все 8 команд, которые вышли в следующий раунд. И вот вам нарезка лучших моментов этого сезона. Там и победители, те кто прошел дальше и проигравшие. Главный победитель Первый Приднестровский телеканал. Еще более главный победитель это вы, зрители, которые следите за всем этим, получайте удовольствие. Все вместе мы изучаем историю Приднестровья. Давайте наблюдать и вместе все наши мысли только о празднике. Теперь наслаждаемся лучшими моментами сезона. Команда Dex. Я вас поздравляю, вы дебютируете. Здравствуйте, коллеги. Ну что, Дарина, готовы? Я думаю, да. Смотрели игры конкурентов? Честно, я не все, но ребята, наверное, не присутствуют. Да. Мне кажется, я смотрю. Итак, сегодня играет с нами команда обновления, которая уже третий сезон с нами. Всегда в порядке, пока не были ни разу в финале, но, безусловно, туда стремятся. На все воля случая, как говорится. Команда под названием «Большая перемена». Алексей Игоревич, а почему учитель физкультуры? Как так получилось, что вы оказались в этой команде? Почему учили команду? Я больше всех хотел, мне кажется. Он любит футбол очень. Ваши первые выпуски и влюбился в программу. После они пришли к нам, пришли для того, чтобы побеждать. Ну, отлично. Отлично. Я кручу рулетку, чтобы определить тематику первого вопроса. Необычная находка. Итак, поехали. Необычную находку обнаружили реставраторы в рукаве бального платья княгини Ксении, сестры Николая II. Экспертиза установила, спустя век этот предмет практически не утратил своих свойств. Даже бактерии не обнаружили. К слову, на званых ужинах и балах того времени многие знатные дамы втихаря воровали подобные вещи. Слишком уж искушающим был предмет. Что нашли в рукаве княгини Ксении? Первое пирожное приходит в голову. Нет. Если даже бактерии... Пирожное вполне может быть, потому что на сладком не образуется. Серебряная ложечка. Ну, посуды. Серебряная ложечка. С ней ничего не будет. На серебре за столько лет ничего не будет. Да, но зачем княгине ложечка? Неужели ей не хватает своей посуды? Если она очень декоративная какая-то, понравилась. Ну, прежде всего, реставраторы обнаружили. Реставраторы в рукаве опального платья. То есть, это... Это небольшое, да? Да. Ложечка, она не выпала за столько лет. Ну, что она из серебра, это 100%. Вот... Ну, если бактерии сказали про бактерии, то как раз бактерии к серебру не цепляются. Как раз намекать на то, что серебро, оно антибактериальное. Ну, хорошо, что на столе, чем сервируется стол еще из серебра, что можно в рукав спрятать и забыть про него, то есть, если оно в рукаве там осталось. Ну, пирожные точно не получатся. Нет, нет, нет. Это большие. Ничего из еды... Это какие-то щипчики для сахара, может быть, ложечка. Вот, вот что-то такое. Господин капитан, кто отвечает на этот вопрос? Так, вроде, это моя версия. Давайте я отвечу. Будет отвечать Вадим Федорович. Итак, это изделие из серебра, и, скорее всего, которым сервируют на балах и там на вечерах, ну, нам кажется, что это, например, миниатюрная ложечка. Серебряная ложечка, да? Практически это была единственная версия, да, которая звучала у вас, не полностью слышал ваше обсуждение, но показалось, что, в принципе, ваше обсуждение строилось вокруг этой версии насчет серебряной ложечки. Итак, в прошлом году, в прошлом году специалисты Эрмитажа начали реставрацию платьев императорской семьи. Это был костюмированный бал 1903 года. До настоящего времени этот бал остается самым известным праздником в Санкт-Петербурге, то, что касается времен царствования именно Николая II. Ну, Николай II тоже правитель, который напрямую связан с Приднестровьем, он здесь бывал и не раз. Итак, все наряды хранятся в Эрмитаже, и когда реставраторы дошли до платья княгини Ксении Александровны, сестры Николая II, то обнаружили в одной из проем рукава этот предмет. Ну, вы знали, что, может быть, какая-то даже кажущаяся хорошая версия, да, в ней была маленькая слабость, казалось бы, ну, почему за 100 лет не нашли, да, то есть ложечка вроде бы должна была выпасть, вроде бы. Итак, отправили на экспертизу, оказалось, даже плесени нет на этом предмете, и это спустя более чем 100 лет со дня изготовления. Возможно, он так сохранился благодаря качеству продуктов, из которого этот предмет был сделан, а может, секретная технология. В вопросе прозвучали слова «рукав», то есть предмет небольшой, бактерии не обнаружили, и ужин, то есть как бы намек на то, что может быть предмет съедобный, да. Воровали подобные предметы даже знатные, и никто их не осуждал за это, потому что для того времени настоящие конфеты из высококлассных продуктов были дорогим и искушающим, как прозвучало в вопросе, да, деликатесом. Ваша версия тоже вполне имела право на жизнь. Мы же опираемся на то, что это просто факт, да, и здесь версий могло быть очень много. Но пирожное, если бы мы сказали, ответ бы не... Если бы развили, может, дошли бы до конфеты. Итак, агент Филби. Это тематика второго вопроса. Так решила рулетка. От рулетки очень многое на самом деле зависит. Раньше мы как-то даже по сложности распределяли вопросы, а теперь за нас это делает жребий. Некоторым командам откровенно не везло. Итак, советский агент Ким Филби почти 30 лет водил за нас британскую разведку и снабжал Советский Союз разведданными высшей пробы. Немного времени и удачи, и он бы вообще возглавил бы британскую разведку. Но все испортил подарок Сталина. Он подарил агенту панно из ценных пород дерева, на котором был изображен арарат. Когда английские эксперты увидели панно, они все поняли. По одной маленькой детали. По какой? Панно арарат. То есть, там же получается Турция. Да, с Турции или с Грузии нарисованный арарат. Он же, его нет в Армении, он находится на территории Турции. Значит, ракурс. Еще была история, но это советские пионеры подарили панно, которое было все напичканно жучками и таким образом следили за британской, по-моему. Нет, за Мишейс, по-моему, следили. Да. Но это другая история. Это не тот случай. Кинг Филби. Значит, давайте так. Либо ракурс, с какой стороны был взгляд на гору Арарат, да? Либо что есть там такое знаменитое. Так. А как могло он толкнуть на мысли, что это связано как-то, ну, не знаю. Почему подарило это? А, подождите. Почему Арарат? Потому что... Армения, да. А почему Сталин подарил именно панно с Араратом? Вот в чем вопрос. И как она показала уклон на СССР. То есть, Кинг Филби кем был по национальности? Кинг Филби? Чистый британец. Судим всем. Советский разведчик он был. Да. Да, советский разведчик. Хорошо. Крепление может быть там какое-то другое? Это сильно сложно. Что, гвозди советские какие-то? Панно. Панно дерево было. Ржавые гвозди, как на этих... Дерево, которое представят только на территории Союза. Мало быть такое? Может быть... Сталин подарил, что прятаться тогда? Это Сталин подарил. Слышишь, ржавые гвозди, как в паспортах? Нет, как скрепки в паспортах. Скрепки в паспортах, да. Часы, может быть, там показали, это были часы, и там какое-то время было? Нет. Мелкая деталь была сказана? Да. Мелкая деталь, похоже на гвоздь. Может. Может, там какая-то подкова была изображена? Красная звезда была нарисована. Может быть, там как-то граница была на панно расположена немножко по-другому. А как? Об этом знал только Ким Филби. А как это намекает на то, что он имеет отношение к Советскому Союзу? Ну, в принципе, потому что разведчик и шпион. Ну, здесь вариант, либо это... Ну, ракурс это слишком. Господин капитан, 10 секунд, решайте, кто отвечает. Юля, будешь отвечать? За гвоздь. За ракурс или за гвоздь? Давайте мы озвучим два варианта. Да, да, вы выберите себе. Ракурс вы залили. Мне нравится, идем про гвоздь. Саша, ответишь? Не-не-не. Итак, кто отвечает? Отвечать будет Юля. Отвечать будет Юля. Отвечает Юля единак. Итак, советский агент Ким Филби почти 30 лет водил за нос британскую разведку и снабжал Союз разведданными высшей пробы. Немного времени и удачи, и он бы вообще возглавил британскую разведку. В общем, мне нравится эта часть вопроса. Но все испортил подарок Сталина. Он подарил агенту панно из ценных пород дерева, на котором был изображен арарат. Когда английские эксперты увидели панно, они все поняли по одной маленькой детали. По какой детали, скажет нам Юлия. Так, но время и удачу мы, к сожалению, не смогли прикрутить к ответу. Но вспомнили другую историю, как вычислялись иностранные шпионы в военное время по слишком новым скрепкам в паспортах поддельных советских солдат и разведчиков. Они уже были ржавенькие, потому что так обрабатывались. Мы подумали, что, возможно, это панно было с какой-то стороны, может быть, изготовлено при помощи тех самых советских гвоздей, которые ржавели. Может быть, какой-нибудь ржавый гвоздь как раз и выдал знаменитого великого разведчика. Советские ржавые гвозди, да? Так же, как в вопросе о паспортах. Кстати, вопрос о паспортах не у вас был случайно? Нет. Нет, да? У другой команды. Ким Филби с 1932-го тайно был членом коммунистической партии и работал на Советский Союз. Настоящий советский человек. Но одновременно он служил в британской разведке, причем настолько успешно, что чуть ее не возглавил, был близок. В 1947-м Сталин подарил Филби ценное панно. Оно было инкрустировано золотом, платиной и мельчайшими бриллиантами, вкрапленными в заснеженные вершины Арарата. Это уникальное произведение искусства было сделано под старину, и Филби всем говорил, что приобрел его в Турции. Когда Филби уже хотели назначить руководителем Ми-6, перебежчик из Союза сдал часть агентов, которые работали в США и в Британии. Подозрение пало и на Кима. Его срочно эвакуировали в Союз, но панно пришлось оставить. Сыщики Ми-6 провели тщательный обыск кабинета и квартиры советского агента после его отъезда. Прямых доказательств не было. Но в последний момент эксперт обратил внимание на панно. Удалось установить, что вещица – подделка под старину. Более того, рассмотрев это антикварное, так называемое антикварное произведение искусства, эксперт увидел, что двуглавая вершина горы на панно может быть обозреваема только с территории Советского Союза, но никак не из Турции. Ваша первая версия была самой правильной. Вы снова были близки. Одна и та же история со всеми у нас повторяется, но ваше обсуждение было классным. Кажется, я тоже это часто говорю. Давайте уже выигрывать. Итак, тематика третьего вопроса – мост дружбы. Кстати, вопрос будет о временах правления Николая II. Конечно, земли современного Приднестровья уже были достаточно давно к тому моменту в составе Российской империи. Сам император не раз приезжал и в Тирасполь, и в Бендеры. Итак, внимание, вопрос. В конце XIX века Россия и Франция заключили дружественный союз. В честь альянса в обеих странах решили построить мосты. Николай II лично приехал в Париж для закладки первого камня. В ходе торжественной церемонии президент Франции Фор преподнес российскому императору некий предмет. Для работ он не годился. Да и символом прочности также трудно этот предмет назвать. Разве что надпись «Мир» гласила об истинных целях. Что подарил президент Франции Николаю II? Время пошло. Для строительства не подходит. И вообще для работы не подходит, но только с надписью. То есть это, по идее, что-то стеклянное, хрустальное. И какой-то, наверное, инструмент. Тогда же эти яйца Фаберже, может какое-то яйцо было, а такое «Мир» написано. Нет, ну тут сказано, что для работы не подходит. Значит, это что-то... Ну яйцо он еще не может делать. И только надпись «Мир» говорила о дружбе. Значит, это что-то явно с этим не связано. Но, может, он подарил какой-то предмет для прихода. Либо какую-то военную саблю, либо шашку. Но что-то с ней было, что она была какая-то преломленная. Нет, давайте от моста дружбы не отойдем. Что-то связано, может быть, с этим? Или это просто нас запутывает? Или во Франции устроить мост? Я была в Париже, я видела мосты. Самый популярный мост – это Александровский мост. Но это не... Понимаете, Николай Второй Александровский. Я ходила по нему, я фотографировалась. Но я не видела там ничего с дружбой связано. Так его там и нет, его подарили Николай. Символ дружбы. А там очень... Что может быть символом дружбы? Что-то хрупкое. В 19 веке символ дружбы. Ну давайте, каждый свою версию хотим. Даже Николай Второй уже. Даже и 20-й. Ну, шпагу он любим, конечно, Николай Второй. Но зачем ему шпага, у него была японская уже? Если она хрупкая. Может быть, он наоборот хотел показать, что... Мир хрупкий. Мир хрупкий. Хрупкий мир для них. Ну, соответственно, то, что может разбиться. Может быть, это какая-то хрустальная была. Скорее всего, да. Яйцо. Это из стекла. Яйцо, 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 да. Так, а Фаберже у нас когда жил? А не важно. Когда же и жил. В Зимнем дворце, в Эрмитаже полно яиц Фаберже. А может быть, какой-то хрустальный, там, если вера закладка, кирпич кирпичей, либо еще чего-то, если это мосты дружбы. А если это будет глобус? Ну, видите, глобусы круглые такое, да. Мир, поэтому... Голубь, символ мира, оттуда пошло. Хрустальный какой-то или стеклянный глобус? Голубь. В итоге, что мы выбираем, друзья мои, коллеги? Давай глобус. Голубус. Хотя, зачем глобус, там и Африка на глобусе, и Австралия? Ну, потому что мир непрочен, и поэтому... Александр, кто отвечает на этот вопрос? Ты бы отвечал. Так, кто будет отвечать? Команда зрителей. Какой именно? Какой вариант мы выбираем? Вот какую версию выбираем для начала. Что, конечно, аналитические? Быстренько. Может, давайте на яйцах остановимся? Ну что, кто отвечает? Давайте, Людмила, вы готовы ответить на данный вопрос? Вот глобус она хочет. Ну, я могу ответить, у нас было много версий, все, конечно, зациклись на хрупкости. Капитан говорит глобус, я говорю яйца ФБРЖ, может быть, на нем мир написано. Девочки тоже считали, там еще есть голубь мира, и отсюда пошла фраза голубь мира. Но наша версия это глобус. Глобус. Мир хрупен, как стеклянный хрустальный, скорее всего, хрустальный или красиво инхрустированный глобус. А вы на какой ответ, Людмила, рассчитывали, Александр? Ты на какой ответ? На глобусы рассчитывал. На что-то очень хрупкое. Но у нас и мир может быть хрупок. Людмила гуляла по этому мосту. И это действительно тот самый мост. В конце 19 века сложилась особая политическая обстановка в центре Европы. Складывался враждебный как для России, так и для Франции военно-политический блок. Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии. Которому в те годы тяготела и Великобритания. Союз между Россией и Францией оказался единственной альтернативой этой политической изоляции. Франция очень хотела, чтобы Россия этот союз признала публично. Это произошло. Ну и в честь этого и в одной и в другой стране построили мосты. Во Франции и в Париже это как раз был Александровский мост. Его так назвали в честь отца Николая II, Александра III. В ходе торжественной церемонии президент Франции Фор для закладки первого камня преподнес российскому императору некий сувенир. Для работы он не годился. Но явно символизировал, что союз не разбить. Вопрос непростой. Мы как его не пытались построить так, чтобы шансы ответить появились. Так у нас в конечном счете это не получилось. То есть это, друзья, был сувенирный молоточек. Ответ молоток. Этот молоточек сейчас в Эрмитаже. А Александровский мост Парижа считается одним из красивейших сооружений французской столицы. Людмила может вам рассказать про это подробнее. Она там была. В Петербурге в честь дружбы двух стран возвели Троицкий мост. Это вот ответ был на Александровский мост в Париже. Вопрос будет о Вертинском. А Вертинский заслужил вопросы о себе. Скоро прозвучат вопросы для зрителей, в том числе. Готовьтесь, друзья. Итак, однажды Александр Вертинский приехал на гастроли в Румынию. Дело было в начале 20 века. Один из его приятелей, итальянский дипломат, так описал тенору нюансы работы в этой стране. Цитата. «Тем или иным путем, но они сумеют добраться до ваших денег. Румыния – это страна». Далее дипломат назвал два предмета. Один относился к музыке, а другой – к криминальному миру. «Назовите и вы эти два предмета, если известно, что в те годы румынские ресторанные музыканты были очень популярны и в России, и в Европе». Понятен вопрос? Сложный такой вопрос прям. Страна чего? Чего? Каких-то скрипачей там, щипачей. Предмет. То есть какой-то инструмент. Примета, но они должны быть как-то похожи, может быть, созвучны, да, чтобы это звучало остроумно. Может быть, смычок и отмычка? Очень красиво. Смычка и отмычка. Это очень красиво, да. Просто бомба вообще. Лучше мы тоже не придумали. Смычка и отмычка – это очень хорошо. Да. Но играли они на скрипке, румыны, по-любому. Может быть, на гитарах играли тоже. В ресторанах как раз. Да, да, да. Кирилл полагает, что там были такие вот балканско-цыганские гитары. Да, да, на гитаре. И при Екатерине они были популярны. Ну, в принципе, в России и в Европе. То есть и скрипка тоже. Да, но в начале 20 века все-таки, мне кажется, более популярная была музыка на скрипке. Сказать струны и отмычки уже не сочетается лексически даже. Как-то, да. Струна, она о чем-то играла? Нет, он не играл. Он пел. Давайте, давайте еще думаем, что там может быть, чего еще. Спектакля нашего театра ничего не было. Про этот эпизод из жизни в Бертинском. Этот спектакль блестящий. Но зато много есть про румын, что сказать, как бы, из нашего опыта. Интересно, смычок и отмычка на итальянском звучит примерно так же? Ну, на русском с ним разговариваю, я полагаю. Так он дипломат, очевидно, пострадавший. От первого это второго, знаете как. Я не знаю, я полагаю, что нам надо отвечать, друзья. Мечок и отмычка. Как же хороший ответ. У нас готов ответ. Жалко, я бы вас еще послушал бы с интересом. Кто будет отвечать, Виталий Викторович? Анастасия будет отвечать. Заместитель начальника управления по странам дальнего зарубежья и международным организациям. Итак, однажды Вертинский приехал на гастроли в Румынию. Дело было в начале 20 века. Один из его приятелей, итальянский дипломат, так описал тенору нюансы работы в этой стране. Тем или иным путем, но они сумеют добраться до ваших денег, потому что Румыния – это страна. Далее дипломат назвал два предмета. Один относился к музыке, а другой – к криминальному миру. Назовите и вы эти два предмета, если известно, что в те годы румынские ресторанные музыканты были очень популярны в России и в Европе. Анастасия. Наш ответ – смычок и отмычка. Страна смычка и отмычка. Интересно, в Румынии сошли бы этот вопрос антирумынским, как думаете? Надо уточнить у коллег румынских. Цвет, на самом деле, абсолютно точный, шикарный, мне кажется, был вопрос и идеальный ответ. Да, страна смычка и отмычки. Эту историю, кстати, Вертинский описал в книге «Дорога длинная». Эта книга – это книга воспоминаний, и там, кстати говоря, в том числе есть главы о концертах в Бендерах. Но в данном случае речь шла о начале 20 века, его пребывании в Румынии. В общем, попался ему очень остроумный итальянский дипломат, который сказал, что Румыния всегда вытащит из тебя деньги, потому что, друг мой, это страна смычка и отмычки. Румынии берут буквально все, но берут не за то, чтобы помочь вашему делу, а за то, чтобы вам не сделать гадости. Вот это прямая цитата, так что, может быть, вопрос был не антирумынским. Черный ящик. Ну, давайте, несите. Вот примерно такой по размеру. Черный ящик. По легенде, название тому, что сейчас находится в черном ящике, придумали в конце 18 века. То ли потому, что ножей под рукой не было, то ли просто лень было. Совершенно точно, что пришло это название из армии. Что в черном ящике? То есть что-то резать хлеб в какая-нибудь... Штык, нож, может... Из армии пришло, лень было резать. Не шпажка вот эта вот? То ли потому, что ножей не было. Шпажка, в чем лень было. Да. То есть надо что-то резать, но без ножа. Это какой-то инструмент для резки, но не ножа. Но без ножа, который способен. Картофель и чистка вот такая. Так, хорошо. Ну, какая альтернатива? Скуда пришла? То есть это более часто встречаемый предмет, чем нож? То ли потому, что ножей... То ли нож что-то режет, мельчатый. То ли ножей не было, то ли лень было. То есть лень было заморочен. Там предмет какой-то. То есть это какая-то альтернатива ножа. Чем в армии режут, кроме ножа? Ну или как-то делят, примерно. Две дырки, еще на стену так идет. Ломать может быть. Ну, типа отломали. Ну, это изобретение. Слушайте, шпажка мне нравится. Типа шпага, шпага и натыкивать там. Ну, шпага хорошо. Ну, шпага в коробочку не засунешь. Да, там коробочка вот такая вот. Ну, шпажка, вы же видели какую коробочку. А вы коробочку, кстати, не видели. Можно показать ее? Размером с книгу видел. Да, там размером с книгу. Ага, там может быть шпажка. Туда что угодно положить. Там может быть, кстати, вполне ломать. Но ломать это не изобретение. Название это появилось с конца 18-го. И пришло из армии. Это как раз слово из тех времен. Ну, ломать отлично. Что еще может быть? Что мы еще и в армии знаем? Портянки какие-то, сапоги, кружка, фляга, вещмешок, палатка, спальный мешок. Это какой-то кусок, то есть это что-то оторвали, отрезали, не отрезали, отломали. Ножа не было и что-то откусили. Поэтому ломать? Ну, типа, бортянка. Ну, типа, бортянка, бортянка. Что-то еще? Может, этот самый порох закручивали в этот самый, как он назывался? Патрон, фитиль, киль, отвертка. Или консервная банка, может, какая-то пыш. Пыш. Ну, консервная банка придумали за Ленин. Это неожиданное такое, что сокращало армейскую быту. Так, какие версии у нас есть? Ломать, шпажка, шпажка. А, шпажка еще есть. И портянка. Иван, кто будет отвечать на этот вопрос? Не срезать, а не протыкать. Так, ну, у нас не так много версий, но парочку хороших есть. Давайте попробовать опять Вадим. Вадим. Итак, у вас кто-то же должен стать первым, кто неправильно ответит, правильно? Ну, возможно, сейчас это будет Вадим Штатский. Тогда Сергей. По легенде, название тому, что сейчас находится в черном ящике, вот он, придумали в конце 18 века. То ли потому, что ножей под рукой не было, то ли просто лень было. Совершенно точно, что пришло это название из армии. Что в черном ящике, Вадим? Мы думаем, что в черном ящике ломать хлеба. Кусок хлеба ломать. Ну, от того, что его отломали, а не отрезали. Да-да-да, почему? Видимо, лень было резать. И решили булку отломать, по куску раздать. Ага. Интересно. А я не слышал такой версии у вас по ходу обсуждения. Была, да? Или вы прям сейчас? Да. Да, была, да. Была. Потому что много у вас было разных версий. На самом деле вопрос этимологически абсолютно гениально составлен. То есть, если бы он был у вас перед глазами, может быть, рассуждение пошло бы чуть-чуть в другую сторону. Хотя вы, на самом деле, даже сейчас кажетесь максимально близки. То, что находится в черном ящике, зародилось в русской армии. Когда-то давно, во времена военных походов Суворова, у солдат не было ножей. Вы это подробно обсудили. Ножей-то не было, друзья. А картошка была. Ее как-то нужно было приготовить. Да, ее варили и пекли, а потом уже чистили. В это время и подшучивали, что это такие же солдаты в мундире. В черном ящике картофель в мундире, так называемый. Отлично. Да, да, да. Но он все-таки не приготовлен. Я думал, мы сейчас прям пообедаем. Да, обеда не получится. Придется продолжать. Ну, вы таки пришли в итоге к продукту питания и были близки. То есть вы правильно абсолютно этот нож интерпретировали, да. Юрий Иванович, а вам как игра? Мне нравится. Самое главное – получать удовольствие. Вопрос – все под спортивный формат. Много у нас спортивных вопросов сегодня будет. Посмотрим, как вы с ними справитесь. Итак, сразу начинаем с вопроса. В книге «Жизнь как матч» Мишель Платини рассказал о так называемой забастовке кисточек, друзья. Ее устроили футболисты сборной Франции на чемпионате мира в Аргентине в 1978 году. Спортсмены отказались сделать несколько штрихов. Скажите максимально точно, против кого была направлена эта забастовка? Вопрос понятен? Да. Все, время пошло. Не, не, Израиля не было в 1978 году. В 1978 году в Аргентине достаточно с ними в подгруппе с французами были, по-моему, итальянцы. По-моему, венгрии. Платиник тогда молодой был вообще. Что это за кисточки? О чем речь? Штрихи – это значит, что-то подразумевалось. Слушайте, а если кисточки, кисточки и рисунок. А может быть подразумевается не рисунок, а сама форма? Может быть, им что-то на форму предлагали нанести? Какой-то атрибут на форму? Французам? Это понятно. Я имею в виду по аналогии. Они бойкотировали перед самим матчем этим, да? То есть об этом речь или перед чемпионатом мира? Я так думаю, что это касается не конкретного матча, а вообще чемпионата мира. В 1978 году выиграла Аргентина. Да, Аргентина выиграла в Голландии 3-1. А французы как сыграли? Они в полуфинале сыграли, кажется? Нет, нет, в полуфинале они в 1982 играли. Французы, я не помню, они, по-моему, даже из группы не вышли. А вот эта традиция, когда... А как сыграли французы, Аргентина, рисуют? Обождите, почему именно Платини задели вопрос? Потому что он эту историю в книге написал. Но он участник команды в 1978 году, он молодым, но уже в состав команды попал на финальный турнир чемпионата мира. Я так думаю, что здесь что-то касается каких-то атрибутов, которые должны были нанесены на форму. Может быть на шорте, а не на майку. Но они отказались, потому что, возможно, какой-то был конкретный между странами. Возможно. Кто будет отвечать на этот вопрос? Ну, давайте попробую я сделать первый шаг. Отвечает капитан. Итак, я задаю вопрос еще раз, и отвечает Сергей Урсул. В книге «Жизнь как матч» Мишель Платини рассказал о так называемой забастовке кисточек. Ее устроили футболисты сборной Франции на чемпионате мира в Аргентине в 1978 году. Спортсмены отказались сделать несколько штрихов. Скажите максимально точно, против кого была направлена эта забастовка? Итак, Сергей Михайлович, ваш ответ. Возможно, эта история имеет что-то общее с историей, которая сейчас происходит на чемпионате мира в Катаре. Да, мы знаем, что ряд сборных проявили желание и инициативу выйти с капитанскими повязками «Онлов», на что FIFA наложила, скажем так, запрет в виде возможной дисциплинарной санкции. Все мы знаем, что именно французская команда поддержала это решение FIFA и лично президент Федерации футбола Франции. Возможно, тогда была история, связанная с определенными национальными волнениями, происходящими в тот период в Аргентине. И FIFA, либо же просьба и инициатива Аргентинской национальной федерации футбола была в том, чтобы поддержать определенные силы государственные и нанести на экипировку команд-участниц либо символ этого национального волнения, либо какой-то знак, свидетельствующий о том, что та или иная команда поддерживает это движение. Возможно, речь об экипировке, скорее всего. И этот протест был направлен против либо FIFA, либо государственных чиновников Аргентины, либо тех, той оппозиции, которая в то время выступала против. Принимаю ваш максимально точный ответ. Итак, Мишель Платини написал ту самую книгу «Жизнь как матч». Платини трижды обладатель золотого мяча, был президентом УИФА, вынужден был покинуть свой пост из-за подозрений в коррупции. В частности, его подозревали в том, что он помог Катару стать хозяином чемпионата мира вот сейчас, в 2022 году. И что самое интересное, пока даже расследование шло, и тем не менее Платини уже не пригласили в Катар. Обидно, наверное, должно быть ему. А теперь к вопросу. В 1978 в составе сборной Франции Платини поехал тогда на свой первый чемпионат мира. И, как писал Платини, никто, кроме футболистов, не знал, что с тех пор, как сборная получила определенного спонсора, перед каждой игрой вся команда превращалась в маляров. Представитель этой фирмы раздавал всем кисточки и просил сделать несколько штрихов. Ключевой момент. Штрихов. Обновить логотип спонсора на бутсах. А раз штрихи, то фирма это, конечно, Адидас. В 1978 футболисты отказались обновлять три знаменитые полоски, потому что спонсор отказался увеличивать вознаграждение. Протест французов был направлен против Адидаса. Весной мы с вами не увидимся. Вопрос на тему Древний Рим. Итак, Древний Рим, вопрос номер 7. Римский император Комат прославился своей жестокостью и неимоверной силой. Он мало занимался делами государства, но очень любил смертельные бои гладиаторов. Комат считал себя бессмертным воителем, живым воплощением молодого Геркулеса. Перед вами Бюст император. Вспомните 12 мифов и скажите, что держит в левой руке этот самый Комат. Поехали. 12 мифов Геркулеса. Я помню только про... Белый квадрат, судя по-другому. Мы все оценили дизайнерское решение, но давайте пробуем... Скорее всего это нож, либо какая-то пика, либо что-то из этого. 12 мифов Геркулеса. Я помню про Ак-Гееве конюшни, но это сюда не подходит, потому что там река. Он не может держать реку. Надо не рассматривать фотографию лучше. Там виднеется какая-то ручка, как минимум. Начнем с этого. И тут какая-то завитушка. Видишь в эту тему? Да, это голова. Что-то связанное было с вепрем. Или вепрь, или кабан. Что-то около этого. Да. Но тоже нет. Лев. Из которого он потом носил... Кожа. Да. Похоже на статуи улитки. Видишь, что сзади завитушка. Как Геркулес мог победить улитку и какую? Тенис. Ну не знаю. Говорят, суровый был. Отметаем. Да. Какие еще двенадцать... Точнее, сколько осталось? Лев. Гидра. Кони. Вепр. Что еще делал? Геркулес. По-моему, это змея. Ильвийская гидра, ты хочешь сказать? Там и змея? Да. Да, я хочу сказать, что это гидра. Сила, жестокость, воитель... Скажешь ты, конечно, но скорее всего это гидра. Гидра змея, хорошо. Что еще? Медуза это не сюда. Нет, явно не гидрую держит. Как-то невеинственную медузу держит. Это не может быть ни нож, ни пикаш. Может быть, так это камень, что-то связанное с камнями было вверху леса? Это гидра. Что же вы думали, дальше так легко будет? Просто переодели войска и все. Тут уже все непросто. Итак, римский император Комат прославился своей жестокостью и неимоверной силой. Он мало занимался делами государства, но очень любил смертельные бои гладиаторов. Комат считал себя бессмертным воителем, живым воплощением молодого Геркулеса. Перед вами бюст императора. Вспомните 12 мифов и скажите, что держит в левой руке Комат. Вот смотри, вот его рука. Если он бессмертный, то что же покажет? А это вот, что это не большое. Это голова гидры. Гидра? В смысле гидра. Нет? Ну, держит гидру вообще. Символ бессмертия. Мол, мне, кстати, мне нравится, потому что Геркулес, сын Зевса. Это что-то обожественное. Да, да, молния. Мольня либо гидра. Два варианта. И что вам нравится? Мольня. Мне нравится больше гидра. Ну, если бы я был на его месте, я бы гидру держал, наверное. Мол, я как-то, ну... Символ бессмертия, типа, он был. Не, ну, гидра тоже так-то сказки, но как-то оно поувереннее смотрится. Ещё варианты. Ещё варианты. И потом уже там сделала стикер. Ещё варианты. Да, молния не особо похожа. Ну, да, да, нет. Я думаю, это голова гидры. А тогда уже про неё придумали эти сказки или нет? Ну, молодой Геракл, я не знаю. Я в то время не жила, не настолько старая, Денис. Ну, ладно. Сейчас капитан команды Дарина Кулакова скажет, кто отвечает на этот вопрос. Очень интересно. Кто же этот герой? Пускай ответит Денис Радченко. Он так уверен. Денис Радченко отвечает. Итак, что же там в левой руке? Исходя из мнения нашей команды, скорее всего, мы приняли такое коллективное решение. Особо ничем не обоснованное. Но в целом мы думаем, что это какая-то часть гидры, скорее всего, её голова. Голова гидры? Да. Вы опирались на те самые 12 мифов, да? Да, да. 12 подвигов Геракла или Геркулеса. Геркулес в Древнем Риме, а Геракл в мифах Древней Греции. Принимаю ваш ответ. Это знание мифов. Это уже хорошо. Император Комат гордился своей изрядной физической силой. Он неоднократно принимал участие в боях как гладиатор. Даже сам бился. Молодец. На скульптурных портретах он приказывал изображать себя в образе почитаемого им героя. Называл себя новым Геркулесом. Культ Геркулеса расцвел при Комаде. Этот бюст изображает императора Комада в образе Геркулеса с его главными атрибутами. Вот что же там главное? Плащ из львиной шкуры. В правой руке дубина. Это символ мужества. А в левой то, что смог получить Геркулес после одного из своих подвигов. Как раз мы о тех, которые описаны в 12 мифах, пока всё складывается, да, Денис? Геркулес в Древнем Риме. Геракл в мифах Древней Греции. Это один и тот же герой. Подвиги они совершали со сна одинаковые. Итак, есть два варианта найти правильный ответ. Первый по знаниям. 12 мифов. Геракл или Геркулес. Победил немейского льва и гидру. Поймал киринейскую лани вепря. Убил стимфолийских птиц. Очистил Авгиевы конюшни. Дарина вам об этом говорила. Укротил критского быка. Завладел конями Диамеда, поясом Ипполиты, коровами Гериона. Привёл к Ефресею Цербера из загробного мира и принёс яблоки Гесперид. Яблоки. Что может поместиться в руке человека из вышеперечисленного? Яблоки. Яблоки, друзья. Это и есть правильный ответ. Логически можно было прийти к этому ответу тоже. В правой руке дубина – это символ мужества и смерти в руках императора. А в левой руке, как противовес, бессмертие. Вспомните молодильные яблоки, в том числе и в нашей культуре. Комат, как мы упомянули в вопросе, считал себя именно бессмертным молодым Геркулесом. Бессмертие – это и есть молодость в его понимании. Яблоко было символом молодости и долголетия. Хороший, да, вопрос? Очень. Масштабное ЧП. Итак, в середине 60-х годов в Молдавии чуть не произошло ЧП государственного масштаба. Среди участников драмы был и Владимир Байдецкий, будущий житель Слободзеи. Окраленный подвигом, он принял удар на себя, помогла резкая фигура. Все закончилось хорошо. Только вместо турецкого берега пришлось отдыхать на Днестровском. Какое ЧП предотвратил Владимир Байдецкий? Авиакатастрофа, кружура, фигура пилотажа. Фигура пилотажа. Летчик. Летчик, он был летчиком. И приземлился, он летел отдыхать на... И приземлился, и стал слободзинским жителем. Да, он, может, самолет вел туда, но пришлось... В 20-х 60-х, то есть, скорее всего, на берегу Днестра. Еще версия. Да. В середине 60-х... А что в 60-х? Подождите, ребята, государственный масштаб. Да, да. Там сказано ЧП государственного масштаба. Мне кажется, что мог быть пилот. Да, но это два варианта. Либо это угол самолета, и как раз в сторону Турции. Хорошо, подождите, а берег Днестра право-лево с Днестром... В середине 60-х годов. То есть, надо учесть... Подождите, в Слободе есть паром. Может, какой-то паром промышленное значение имел? То есть, паром на переправу вот это. Да, Дамбок. Может, с Днестром или Дамбок, да что-то. Почему левый берег неправый? Она редкая фигура. Ну да, тут фигура. Окрыленный, там слово окрыленный было. Нет ли у нас ничего связанного в том районе с Турцией? Какого-нибудь села, поселочка... Слободейский район. Потому что у нас же есть... Сукле. Индия у нас есть еще... Ну, это Григорьевпольская. Нет, это Григорьевпольская, Индия, это не Слободейский. Похоже на что, был аминистр из разных частей. А какое ЧПО он мог предотвратить? Государственного масштаба, ребята. Это не просто так было сказано в вопросе. Ну, государственное обычно... Это угон самолета, может быть, нет? Если государственный. Угон самолета. Угон самолета. Ну, сколько оно государственное, вопрос. В зависимости от того... Хотя, сколько это самолета. Если говорится просто по-турецки берегу, то как раз-то через нас... Через правый берег, левый. Да, наш берег, но наш берег приземлился. Как вам ответ? Ну, то есть, либо авиакатастрофа, либо угон самолета. Либо тот, либо тот. Но самолетом останавливается. Фигура, пилотажа. Ну, как он? Ну, похоже. Как пилот мог предотвратить, допустим? Или как? Или кто мог там? Столсновение. 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 Принял на себя. Да, возможно. Подождите, хорошо. И окрыленный подвиг. А может не самолет, а со спутником нельзя? А может какой-то спутник? Что было в продолжении этой плации? Что в середине 60-х? В 60-х. Почему? Да именно вот в середине 60-х. 61-й Гагарин. Космос, первый человек. Может что-то с этим связано? Ну, к середине 60-х. Ну, это уже середина 60-х. Возможно, да, как вариант. Вопрос про космос. Спрос, я не ошибаюсь, наши студенты первые. Может спутник, да. Да, да, да. То есть, понимаете, может быть что-то связано с этим. Значит, вот чуть не свершилось. Вот принял удар на себя. Но он предотвратил кроша. А крыльяный подвигом принял удар на себя. А дальше что-то? Обе, я не знаю. Не знаю, я предлагаю свою версию, потому что он летел в Турцию. По дороге он мог столкнуться с самолетом, принял удар на себя. Пришлось приземляться в Молдавии. И остаться здесь. И остаться здесь, на берегу Нестра. Ирина Николаевна вынуждена прервать. А, это с вами, что мы решили. Да, это с вами, что мы решили. То есть, государственный, Советский Союз. Над Молдавией могли два самолета столкнуться. У нас снова предоставим возможность ответить. Ну, Алексей Игоревич будет отвечать. Итак, второй раз ошибаться нельзя. Итак, в середине 60-х в Молдавии чуть не произошло ЧП государственного масштаба. Среди участников драмы был и Владимир Байдецкий, будущий житель Слободзеи. Окрыленный подвигом он принял удар на себя. Помогла резкая фигура. Все закончилось хорошо. Только вместо турецкого берега пришлось отдыхать на Днестровском. Какое же ЧП предотвратил Владимир Байдецкий? Отвечает Алексей Голынин. Итак. Ну, возьму на себя ответственность, отстаю свою версию. Надеюсь, что она будет правильная. Предотвратил авиакатастрофу. Возможно, два самолета могли столкнуться в ней. Авиакатастрофа, например, столкновение самолетов, да? Ну, авиакатастрофа. То, что вы с самого начала поняли, о чем речь, и что это связано с авиацией, это, конечно, придало живости вашему обсуждению. Я знаю правильный ответ, с интересом вас слушал. Итак, вечер 29 сентября 1964. Был пригород Кишинева. В нескольких километрах аэропорт. Вдруг сонную тишину разорвал резкий звук. С неба прямо на винограднике. Практически плашмя упал самолет. Одномоторный Ан-2. Больше известный в народе как кукурузник. В общем, история триллер, на самом деле. Владимир Байдецкий, тот самый герой вопроса, в это время лежал уже раненый в самолете. Он был пилотом этого кукурузника, который выполнял рейс Кишинев-Измаил. Однако, когда самолет останавливался в Чедерлунге, в него зашли двое мужчин. Оказалось, захватчики. Они приказали пилоту направить самолет в Турцию, чтобы сбежать из Союза. Байдецкий обманул террористов. Незаметно повернул самолет обратно на Кишинев. Когда захватчики поняли, что летят не туда, они начали стрелять. Байдецкий получил два ранения, а самолет все равно удалось посадить, и террористов задержали. Все было хорошо в вашем ответе, но здесь был намек на этот берег Турецкий и Днестровский. Наверняка вы бы сами сказали, что все-таки засчитывать этот ответ нельзя. В общем, правильный ответ угон самолетов предотвратил. Что скажете, Ирина Николаевна? Тяжело, но пока не сдаемся. Зато интересно. Не, ну я уже примерно на 20-й секунде думал, что вы возьмете этот вопрос, потому что на авиацию вышли сразу. К террористам не дошли. Не дошли до террориста. Первый удавшийся угон самолета в Союзе был в 1970 году. Причувствия, что сейчас все только начинается. Ох уж эта наша хитрая рулетка. Каких сюрпризов она только сейчас не готовит. Потомки Ноя. Рулетка выдает вопрос, который фактически сформулировал информацию, скажем так, для этого вопроса. Нам предоставил знаток команды Экогрипп. Константин Грибков. Представляете? Они как раз ваши соперники в этом раунде. Во второй раунд пройдет только одна команда. Итак, в далекие античные времена, на Балканах и землях современного Приднестровья, жили воинственные племена фракийцев. Родоначальником этой народности считается один из многочисленных внуков Ноя. В честь него греки даже назвали некий географический объект. Благодаря Екатерине Второй имя этого родоначальника увековечено. Как его звали? Города какие-то могли открывать при Екатерине? Наверняка это связано с каким-то названием города, который был открыт при Екатерине. Я думаю, что вот где-то вот в этом. Сто процентов здесь речь идет о каком-то населенном пункте. Конечно. Александра Македонского фракийца, да, побили, типа похоронили, что-то там такое, слышал, какая-то басня есть. Города. Значит, южные города носят название Поль. Поль. Вот, при Екатерине у нас целая куча этих южных городов. Симферополь, Севастополь, Тирасполь. Да. Соответственно, Симферополь, Севастополь, Тирасполь, Григориополь и так далее. И ко всем все на прикладываю руку. Вот, еще есть у нас город Одесса. Город Одесса по имени Эдесс. Но благодаря Екатерине этот город носит женское название. Город Одесс был расположен в свое время на побережье Черного моря. И как раз в северной части, не, не Хаджибей, как раз в северной части, вот, при Черном море, там, где Болгария, вот в тех местах. А, а это Фракия. Не может быть этот... Греки помогли с названием, да? То есть этот город Эдесс, да. Это версия. Ну, это больше. То есть он был там. А почему что Одессу здесь, где на нынешнем месте? Да. Ну, была такая легенда, что якобы вот эта древняя греческая Одесса была... Греки назвали... Версия ложится. Можем как-то привязать к внуку Ноя? Что-то, какие-то легенды есть вообще об этом? Все внуки Ноя могут. Ну да, все мы внуки Ноя. Все мы внуки Ноя. По Библии Ной был Альбиносом. Альбум Белый не может что-то... Аккерман Белгород. Керман это не говорит, ну да. Господин Капитан. Да. А Екатерина уже увековечила в виде Одессы. Сколько у вас версий? Это сцена Одессы есть. Так, господин Дедович, ну... Это версия. Есть, так. Ну, единственное, которое у нас ложится в конву вопроса, сейчас ее Владимир Васильевич попробует озвучить. Итак, Владимир Васильевич Гуменский. В далекие античные времена на Балканах и землях современного Приднестровья жили воинственные племена фракийцев. Радоначальником этой народности считается один из многочисленных внуков Ноя. В честь него греки даже назвали некий географический объект. Благодаря Екатерине Второй имя этого родоначальника увековечено. Как его звали? Мы тут вот с нашей командой советовались и пришли к выводу, что, возможно, этого военачальника звали Эдесс. Именно по имени этого военачальника был назван древнегреческий город Эдесс, а уже по имени этого города был назван наш родной город Одесса. И Екатерина утвердила вот это название Одесса. И таким образом имя этого военачальника оказалось увековеченным именно у нас, потому что древний город Эдесс не существует, и мы не знаем, где он находится. Вы отвечаете, Эдесс. Согласно Библии, Ной был праведником, за что был спасен Богом от всемирного потопа и стал продолжателем человеческого рода. У Ной было три сына – Сим, Хам и Иофет. Дети которых стали основателями племен, заселивших мир после потопа. Один из этих детей стал родоначальником воинствующего народа фракийцев, которые расселились по территории современного Балканского полуострова и части Малой Азии. Жили они и на землях современного Приднестровья. Когда древние греки начали осваивать наши земли, то и в честь этого родоначальника, друзья, назвали реку. Днестр назвали Тиросом. Так и звали родоначальника фракийцев, внука Ноя Тирос. Представляете? Оля говорила, Оля говорила, да. Все оказалось легче на самом деле. Костя, ой, Константин, Константин. Константин Грибков. Игрок команды Экогриб с помощью рулетки и где-то удачи дополнительной не родилась у вас версия продолжает жизнь Экогриба. Хотя все сейчас уже висело на волоске. При Екатерине Второй земли современного Приднестровья отошли Россией. Она приказала построить город на Днестре. Дала ему имя Тирасполь. Было это в 18 веке. И так она увековечила имя внука Ноя. Так что Тирасполь назван в честь библейского персонажа. Да не просто. Непростого. Да, целого внука Ноя, прародителя народов. Интересно, что в Библии Тираса называют фиросом. Все из-за неправильной трактовки произношения некоторых греческих букв. По аналогии во всем мире говорят Бабилон, а у нас Вавилон. Вот он, Тирас, всплыл. Потрясающий на самом деле факт. Пример скифов. Как-то когда мы играли с Министерством иностранных дел еще в одном из прошлых сезонов, мы получили лекцию на тему того, почему приднестровцы на 100% скифы. Итак, скифы. Скифы решили не вступать в открытое сражение с персами. Они стали медленно отступать, угоняя скот, засыпая колодцы и источники, и уничтожая траву на земле. Своё войско они разделили на два отряда. Первый в случае нападения должен был идти к реке. Второй отступал, но на расстоянии дневного перехода от персов, чтобы выполнить некий военный план. Находчивый военачальник другой армии узнал эту историю. До этого была история. А узнал он ту историю из трудов Геродота, которого я вам только что и цитировал. И впоследствии применил ее в своей практике. За это, правда, и пострадал. О каком военачальнике идет речь? Короче, я думаю, что это наш, но это не Кутузов, а Бархаде Толе. Его сняли за то, что он отступал. А Кутузов как бы продолжил отступать, но его не сняли. А Бархаде Толе пострадал. Плюс они исследовали теории выжженной земли, когда из Смоленска все вывозили. Да, все вывозилось, еда пряталась. Но пострадал, действительно, когда раз был Бархаде Толе. Бархаде Толе пострадал, Кутузов остался. Его сделали. Хотя Кутузов продолжил тактику, Бархаде Толе действовал по его же плану. Он уже сдал Москву. Надо было найти виноват. Ребят, как... Смотрите, была история про то, что Суворов выводил, когда войска, допустим, вокруг крепости, и показывал туркам, что... Это байка про Суворов. Да, да, да. Окей, никак нельзя сюда привязать. Нет, но это... Он же не сдал. Это легенда, которая не связана с историческими событиями вообще никак. Отступление. Суворов только наступал. Смотрите, вот фразы «не вступали в открытое противостояние» это отсылка к тому, что Наполеон всегда... Как он войны устраивал? Он давал первое генеральное сражение, и оно определяло уже ход войны. В этом была проблема, ему не нужно было затягивать. Он до Москвы пока дошел, он половина в мелких сражениях включает. И до этого еще не может быть? А кто там пострадал? Там все выигрышные, несколько оказалось. Нет, тут речь о пострадавшем и военачальнике. И он пока дошел до Москвы, через мелкие сражения с партизанами, он уже принес большие потери. А его тактика была, наоборот, первая, сразу дать генеральное сражение и потом уже добивать остатки. А вот при Сталинградской битве немцы там кто был? Там Паулюс со стороны немцев. Он нельзя как-то это тоже... Ну, с Кутузовым и Сберканом, там четко привязка. Ну, да. Просто Паулюс как раз наступал, он не отступал. Ему вообще сказали держаться до победы там зачем-то. А со стороны Советского Союза кто был в Сталинградской битве? Ну, можешь всегда смело говорить Жуков, короче. Да, да. Жуков. Ну, а Жуков уже в штабе, в генштабсе делал. Хорошо, есть версия хорошая, отвечаем. Ты будешь? Или ты... Выдали? Да он Константин. Господинский офицер, готовы отвечать, да? Костя, 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 отвечай. Кто отвечает? Константин Грибков. Константин Грибков. Итак, задаю вопрос еще раз для зрителей. Константин-то его явно выучил наизусть. Итак, цитата из Геродота. Скифы решили не вступать в открытое сражение с персами. Они стали медленно отступать, угоняя скот, засыпая колодцы и источники и уничтожая траву на земле. Своё войско они разделили на два отряда. Первый в случае нападения должен был идти к реке. Второй отступал на расстоянии дневного перехода от персов, чтобы выполнить некий военный план. Конец цитаты Геродота. Находчивый военачальник другой армии узнал эту историю из трудов Геродота и впоследствии применил ее в своей практике. За это, правда, и пострадал. О каком военачальнике идет речь, я уверен, что зрители уже ответили правильно и прислали нам ответ по инструкции в телеграм-канале «Страна легенд». Что ответит Константин Грибков? Мы считаем, что это военачальник Баркалайда Толли. Это наполеоновские воины. Баркалайда Толли придумал отступление армии, выматывание армии Наполеона, которая их преследовала мелкими стычками. А основную армию он как бы пытался уберечь от генерального сражения. Почему пострадал? Ну, его сняли за это, потому что народ и приближенный император были недовольны отступлением. Все хотели генерального сражения. Что он не русский и ведет армию к погибели, и нужно назначить русского командующего. Да, и назначили Кутузова, но он, в принципе, продолжил следовать тактике Баркалайда Толли. Но его не сняли. И правильно сняли. Всегда, когда рассказывают эту историю, становится жалко русско-шотландского военачальника Баркалайда Толли. Мне даже добавить нечего. Хорошо. Можно только вспомнить какую-нибудь связь вторжения Наполеона в Россию, в Российскую империю и Приднестровье. Легко ее найдем. Какую? Баркалай участвовал в штурме Бендерской крепости в 79-м году. Совершенно верно. Спасибо, Александр. Баркалай участвовал в штурме Бендерской крепости. Так точно. В принципе, я думаю, что в любом вопросе связь есть. Просто не всегда об этом говорим. Но в этот раз Александр Тихонов нам подсказал. Итак, вы добрались до этого решающего вопроса. Рулетку крутить нет смысла. Вопрос капитанский. Остается один Борис. Шикарный, кстати, вопрос. Декс и Министерство иностранных дел. Лидеры сезона и гарантированно вышли в следующий раунд. Кроме Декса и МИДа, это команда зрителей. Тиротекс, Энерго, обновление. Молодежный избирком. Наша главная сенсация. И шикарная команда с прошлой недели. Большая перемена. Команда Бендерского лицея. Просто красавцы. Восьмым будет либо Экогрипп, либо чемпионы ОНФ. А теперь решающий вопрос для капитана команды Экогрипп Бориса Эфроса. Решающий вопрос для капитана. Такого у нас еще не было. Вот это поворот. Итак, вопрос шуточный. Я сразу предупреждаю. Шуточный. Поднимаем настроение. Итак, первыми Новый год встречают жители острова Киритимати. При этом в одной руке они держат праздничный коктейль, а в другой некий атрибут. Неудивительно. Ведь по расчетам экологов, при нынешних темпах глобального потепления остров исчезнет под океанской гладью уже в 2045 году. Что же держат жители Киритимати в другой руке? Согласно этой шутке. Вопрос понятен, Борис? Да. Все. Ваше время пошло. Так, глобальное потепление, значит, будет повышаться уровень воды. Значит, они могут утонуть, наверное. Раз это остров. Значит, спасательный круг. Или ласты какие-нибудь. Или маску. Круг, наверное. Думайте, думайте. Время есть. Итак, решающий вопрос для капитана команды Экогрипп. Экогрипп может войти, можно сказать, в историю. Новый год при этом. Что еще может быть? Самое удивительное, что эта победа может еще, если она еще случится, сейчас посмотрим, может не гарантировать им проход в следующий раунд. Все будет зависеть от ОНФ, которые эту игру уж точно смотрят. Молодежный парламент уже выключил, потому что все понятно. Они в следующий раунд не прошли. Им нужны были разгромные поражения. Мы ждали победу команды знатоков. Борис, я задаю вопрос еще раз. Если готовы, будете отвечать. Итак, первыми. Новый год встречают жители острова Киритимати. При этом в одной руке они держат праздничный коктейль. Это все шутка, кстати. Напоминаю, шуточный вопрос. В одной руке они держат праздничный коктейль, а в другой некий атрибут. Неудивительно, ведь по расчетам экологов, при нынешних темпах глобального потепления остров исчезнет под океанской гладью уже в 45-м году. Что держат жители Киритимати в другой руке? В одной коктейль, в другой. Что-то еще, согласно шутке. Борис, готовый? Затопит остров волной. Что-то есть в этом вопросе? Что на островах они могут? Коктейли? Коктейли на островах вы не пили, да? Пил. Только на островах не было. Доска для серфинга. Затопит волной. На островах они что там... Короче, остается тогда... Это доска для серфинга. Так думаю. Все. Винт. Ну это... Смешно, по крайней мере. Принимаю доску для серфинга, да? Их затопит с этой волной, они умрут. На доске своей с коктейлем. Так что? Какое? Давайте прямой ответ ваш. Доска? Я думал, круг или пластиковая бутылка, как экология, что... Она будет в качестве круга, но, наверное, более... Это глупо будет смотреться. А вот то, что затопит тебя в этот момент, он еще встанет на доску перед смертью, то думаю, как-то нормально. Доска. С бутылочкой. Это доска. Принимаю ответ доска для серфинга. А? ОНФ сейчас тоже затаил дыхание. Что команда думает, интересно, об этом ответе? Сейчас. Вы возвращайтесь, возвращайтесь. Присаживайтесь на места. Я думала, круг-то. Но круг смешнее. Да, смешно. Это шуточный. Инна думает, круг. Александр, что думаете? Ну, круг точно смешнее бы. Константин. Я думаю, что, может, и тот, и тот неправильный ответ. Может, они вообще что-то держали другое в руке. Там дыхательную трубку какую-нибудь. Или просто трубочку для коктейли. 50 минут в голове доска либо круг. А коктейли алкогольные? Для первых. Так там, допустим, кем и тылка. Праздничный. Может, у меня ответ, все-таки думаю, круг. Подождите. Начинается. Если что. И уже поздно. Переписать ответ. Конечно, на нынешнем зале. Не имеет значения все равно. Доска. Игорь, а вы что думаете? Мне кажется, все-таки доска для серфинга, если учитывать расположение этого народа, это, скорее всего, микронезия. И там очень развит серфинг. То есть я бы склонялся, хоть это и шуточный, но я бы склонялся к доске, основываясь на культурных, скажем так, аспектах данных народов. Я понял. Ну, очевидно, и Борис на них основывался. Самый первый Новый год с бокалом в одной руке и чем-то еще встречают жители Киритимати, островка, который расположился посреди Тихого океана. Коктейль веселит душу, а что-то вот второе должно было еще и успокоить нервы. И это спасательный круг. Теперь рулетка выбирает капитанский вопрос. Итак, картинка на экранах телезрителей. У Сергея Александровича Шерстюка в телефоне. Все видят. Его партнеры по команде тоже сейчас наблюдают, но подсказать не могут. Итак, карикатура там на новогоднюю тему. Дед Мороз приносит в дом заказанные ему подарки со словами. Очень глупо заказать на Новый год. Что? Что же там ему заказали на Новый год, исходя из этой картинки? Итак, что же там заказали в этом прекрасном и шуточном вопросе? Семь команд у нас прошли в следующий раунд. Все молодцы. Но главную интригу, видите, мы вам как под елочку на Новый год припасли. Экогриб, либо ОНФ. Мне кажется, шикарнее противостояния быть не могло. Такие разные команды, такие разные люди. Такой разный менталитет, я бы сказал, поведение и капитанов, и всей команды в целом. Разный стиль игры. Полноценные чемпионы. И очень крутая команда из iQuiz, которая явно к нам пришла, не привыкла проигрывать. Было видно по Экогрибу. Итак, карикатура на новогоднюю тему. Для команды ОНФ. А сейчас конкретно для капитана. Дед Мороз приносит в дом заказанные ему подарки со словами «Очень глупо заказать на Новый год». Что? Что же там ему заказали? А Дед Мороз сказал, что это было глупо. Что, Сергей Александрович, у вас версия есть уже? Одна есть. Сейчас дайте еще чуть-чуть. Хорошо, даю еще 20 секунд. Все видят картинку. Уверен, что у зрителей есть версии. Но этими версиями с нами делиться рано. Сергей Шерстюк сейчас будет отвечать. Капитан команды ОНФ. 6, 7, 8, 9, 10, 12. Помните тот финал год назад? Противостояние ОНФ и Амалиги. Тоже под елочку. Прямо в новогоднюю ночь. Это было классно. Я уверен, что многие за праздничным столом смотрели. Каждый болел за своих. Потом за красивую игру, когда фаворит стал очевиден. А потом Сергей Александрович поднял над головой тот самый кубок страны-легенд. У нас уже готов следующий. Его вручать будем, судя по всему, в мае следующего года. Вопрос кому? Ну, претендентов пока 7 плюс 2, которые соревнуются между собой сейчас. Время отвечать. Итак, карикатура на новогоднюю тему. Дед Мороз приносит в дом. Заказаны ему подарки со словами. Очень глупо заказать на Новый год. Что, Сергей Александрович, там заказано? Так, ну, примерно понятно, о чем идет речь. На картинке нарисовано 12 шляп. Но не просто шляпы, а именно цилиндр. Вот. Наверное, плясать нужно от него. Но поскольку рядышком находится рысь, да, у нас, леопард. Вот. Но потом, ну, сначала думал, что при чем здесь этот кот, кот в цилиндре. Ну, потом, наверное, пришла в мысль, что, ну, возможно, если это шутка, то это, короче говоря, 12-цилиндровый Ягуар. То есть, имеется в виду, наверняка пара заказала машину Ягуара, у которой мощностью, там, мощность мотора 12-цилиндровый мотор. А Дед Мороз принес просто Ягуара им, злого, и 12 цилиндров. Ну, другой логики у меня нет. Тут был, можно было прицепиться еще к елке, но нет. Но вы прицепились к Ягуару, да? Ну, меня смутило, вообще, я думал, что это рысь, вспоминал год кого. Год у нас там кота, кролика, год и так далее. Но это как-то ни снежный барс, ни кот, ни рысь не вяжутся к цилиндрам. А вот Ягуар вяжется к цилиндрам, поскольку мы знаем, что существует машина Ягуара. И, возможно, речь идет об этом. Ну, и кто ж не желает на Новый год получить такой дорогой подарок, такую дорогую машину? Всего лишь Ягуар с 12 цилиндрами заказали, да? Дед Мороз, с вашей точки зрения, принес 12 цилиндров Ягуара. Да. Это правильный ответ. Капитан справился, поздравляю. Ну что, как вам, понравилось? Да, отличная игра. На самом деле, очень интересный вопрос на логику по большей части. Я вас жду во второй части сезона. Большое вам спасибо за игру. В оффлайне мы с вами точно встретимся, вы не переживайте. Ну, как впечатление? Рассказывайте. Ну, отлично. Отлично. Читаем в телеграм-канале интересные вопросы, пытаемся отвечать. Большая перемена идет дальше, я вас поздравляю. Больше бы нам таких классных команд-дебютантов. Спасибо. Спасибо. Достойно для завершения этого игрового года. Вот таким был этот сезон. Это часть сезона в стране легенд. Теперь все мысли только о празднике. Вперед за новогодний стол. Празднуем. Готовимся к 2023. Думаем только о хорошем. И надеемся, что в новом году нас ждут мир, тепло, согласие, добро для каждой семьи. Пусть все это у вас случится. Пусть все ваши желания сбудутся. Ну и вместе будем оставаться в нашей стране, в стране легенд, в Приднестровье. Будем изучать его историю. Ну и любить, конечно, нашу родину. Она того заслуживает. Меня зовут Виктор Савченко. Оставайтесь на Первом Приднестровском. Для вас еще много сюрпризов.